Всем привет! С вами вновь Ермолина Татьяна. И в новом выпуске своего прогностического блога я хочу рассказать о прогнозе на август по знаком зодиака. И если вы еще не смотрели мой прогноз на август общий, то я советую вам обязательно его посмотреть после этого прогноза. Потому что август это все-таки уже месяц, который может принести нам значительно больше событий, чем мы могли ожидать в июне или в июле. Не забудьте, что в августе уже в принципе начинается, пусть медленное, но нарастание влияния следующих затмений, которые нас ждет в октябре и ноябре. Также в августе постепенно начинает формироваться тот аспект, который является годовым. Это аспект между Ураном и Сатурном за счет разворота Урана в ретроградное движение. То есть теперь вот с этого момента эти планеты сближаются. И таким образом мы с вами к концу сентября, начало октября получим точный квадрат между ними. Но сейчас вот именно во второй половине августа этот квадрат начинает реализовываться. Я сегодня скажу на какие знаки зодиака он более всего влияет. То есть у кого вторая половина августа уже будет сложная и проблематичная. И вполне возможно, что эти задачи перейдут на сентябрь и октябрь у этих людей. И также обратите внимание на то, что в августе у нас произойдет первый. Первый с марта аспект между Марсом и Венерой. Этот аспект именно значим тем, что представляете, вот получается около четырех месяцев прошло с момента, как соединение произошло. То есть цикл венерианско-марсианский начался. И вот сейчас первый аспект в этом цикле. То есть как бы что такое цикл? Цикл это какая-то история. У истории есть свое развитие, своя динамика. Вот эту динамику отражают аспекты угловые между собой Марса и Венеры. И вот сейчас мы какой-то из этих аспектов будем наблюдать. Это будет, кстати, аспект благоприятный, секстиля. А значит будут возможности, возможности развить ту ситуацию, то знакомство, ту симпатию, которая образовалась, с которой вы встретились в марте 2022 года. Вот, так что интересно еще и август и этим. И если, кстати, вам интересно, чтобы этим летом знакомство произошло, то как раз-таки у меня уже есть астрологический гид, прям руководство к действию, как с помощью звезд это знакомство получить. Может быть уже не летнее, но осеннее, да? Хотя август прекрасное время для этого. И я вам предлагаю в описании, в первой ссылке под этим видео, как раз есть информация о том, как этот астрологический гид получить. Там и запись будет с полным инструктажем этого астрологического гида и PDF-формат этого гида. Ну, и если вы вот именно ищите свой знак и не хотите смотреть все знаки подряд, то пользуйтесь тайм-кодами. Вот, они есть в описании под этим видео. И чтобы посмотреть сразу или свой солнечный знак, или если вы больше пользуетесь асцендентальным знаком в общих прогнозах, то, значит, выбирайте свой знак асцендента. Для вас овны это интересный месяц. И, пожалуй, это последний месяц, когда... Ну, как последний? В том смысле, что это последний месяц из всего второго полугодия, да? Второе полугодие только начался, а уже у вас последний месяц. Ну, так получается, когда вы, в общем-то, движетесь как бы на полном ходу, не чувствуя и не встречаясь ни с какими серьезными преградами. Это связано с поведением вашего управителя планеты Марс. В этом месяце частично Марс находится в знаке Тельца. С 20 августа он попадает в знак Близнецов. И если вы еще не знаете астрологическую новость, то я вам о ней расскажу, что Марс в Близнецах задержится до 26 марта 2023 года. Почему? Потому что в Близнецах он будет ретроградным. Ретроградность начнется в конце октября этого года и продлится до середины января следующего года, да? На ретро-ходу понятно, что Марс будет создавать определенные препятствия. Они, скорее всего, или будут, ну, скажем так, в таком виде действительно препятствий. Или же второй вариант, который может быть, это то, что вам придется зафиксироваться на какой-то отдельно взятой задаче или какой-то отдельно взятой теме. И как бы, знаете, как такой, не то чтобы коридор планирования сузится, а будет такое ощущение, что вся ваша жизнь будет посвящена чему-то только одному. Ну, ну, скажем так, это, конечно, сужает наше впечатление от жизни, да, это как-то скрадывает общее такое состояние нас как хозяев жизни. Ну, а для вас это очень важно. Важно быть хозяином положения, важно постоянно двигаться вперед и быть на шаг впереди большинства других. Что вот как раз-таки в октябре, ноябре, декабре и январе 2023 года будет значительно сложнее реализовать, чем, предположим, в августе и в сентябре. Но в сентябре уже будет некоторое замедление Марса и вы почувствуете, что постепенно, как бы, вот какая-то такая активность ваша снижается и требуется все больше и больше внимания для того, чтобы каждое дело шло вперед. А в августе еще такого эффекта вы чувствовать не будете вовсе. Поэтому кой железо пока горячо. И вам нужно в этом августе запланировать много дел, которые вы хотите успеть сделать сразу, потому что многозадачность в августе вполне может быть эффективной. Что касается хронологии событий, то обратите внимание на первую часть этого месяца. Последние дни июня, июля, и первые 10 дней вот августа наступающего, это время, когда планета Марс, ваш управитель, работает в сцепке с планетой Уран и Сатурн. Возможно, вы знаете, что одна из астрологических важных особенностей этого года, это квадрат между Ураном и Сатурном, который будет точным у нас в конце сентября, в начале октября этого года. Но этот квадрат начинает постепенно быть точным. То есть он постепенно формируется сейчас, именно в августе и в том числе за счет вашего управителя. Первые 10 дней этого месяца посвящены проходу Марса по Урану и по Сатурну. И значит, первые 10 дней этого месяца будут посвящены борьбе старого с новым в вашей жизни. И вам придется очень активно брать на себя ответственность и принимать решения по поводу того, что же дальше делать. Быть в каком-то старом проекте, в старом сценарии жизненном. Или же все-таки держать путь в новое. И часто квадраты говорят о том, что необходимость что-то по пути потерять, она такая целительная. То есть, во-первых, от нее невозможно избавиться. А во-вторых, она, скорее всего, приносит необходимую легкость в движении. Это примерно как нести старый чемодан без ручки. То есть, по отношению к вашим задачам встанет такой вопрос. И, конечно же, ваш личный прогноз больше не говорит о том, что вы выберете, чем какой-то общий. Поэтому я не могу вам рекомендовать ничего конкретного. Но знайте, что первые 10 дней принципиальны в отношении выбора. А значит, может быть, как ни странно, всего второго полугодия 2022 года. Также стоит обратить внимание на середину месяца. Здесь Марс пройдет по достаточно интересным аспектам от Нептуна и Плутона. Нептун и Плутон также находятся близко друг от друга. Сейчас наиближайшее расстояние между ними это как раз июль-август. Точного аспекта они не делают. Но, тем не менее, Марс, ваш управитель, будет их опять-таки соединять в этот аспект. И здесь так может получиться, что середина месяца, где-то с 11 по 19 августа, это время, когда вам необходимо будет участвовать в какой-то общей задаче. Она будет связана или с рабочим коллективом, рабочими вопросами, а может быть связана с каким-то вообще еще более глобальным событием. Например, с событием на вашем рынке профессиональном. И здесь как-то оно вас затронет, вам придется вместе со всеми решать, что дальше делать, стоит ли, например, какую-то тему в профессии дальше развивать. То есть вот здесь будет, ну, это будет позитивный какой-то эффект иметь. То есть я думаю, это даже точка роста какая-то профессиональная для вас. Ну и, пожалуй, то, на что стоит обратить внимание, это аспект между Солнцем и Марсом. Почему он важен? Потому что примерно в тот период, когда этот аспект работает, это с 25 по 30 августа, в этот период происходит еще и у нас новолуние. И как раз, по сути дела, новолуние, а не просто Солнце будет в квадрате к Марсу, в период с 25 по 30 или 31 августа. Так что, в общем-то, вот эта последняя неделя августа, она очень напряженная, может принести какой-то значимый конфликт. И еще это время проблем со здоровьем, травматизации или сильного нервного напряжения, которое может, ну, как бы подорвать такую вашу эффективность и работоспособность. Поэтому будьте аккуратны в этот период, не перегружайте себя ни морально, ни физически. Телец. Что же для вас несет этот август? Безусловно, это время, которое может поменять многое в вашей жизни. Именно за счет того аспекта, который я упоминала в своем общем прогнозе на месяц. Квадрат, Уран, Сатурн. Вы помните, что Сатурн уже развернулся в ретроградное движение. И вот теперь, в этом месяце, Уран тоже будет разворачиваться в ретро. А значит, они будут идти по направлению друг к другу. И точным аспект будет в конце сентября, в начале октября. Квадрат между Ураном и Сатурном. Уран идет по вашему знаку, а Сатурн по знаку, который отстает от вас на 90 градусов. 90 градусов это важное расстояние, которое называется аспектом. И этот аспект это квадрат. То есть это препятствие, это напряжение, но необходимость действия. Уран нечто новое, а Сатурн нечто устоявшееся. Может быть уже отжившее, но очень-очень для нас важное. Потому что крайне стабильное. В отличие от Урана, который всегда несет в себе неизвестность, отсутствие возможности прогнозировать и что-то гарантировать. Поэтому август для вас, особенно вторая половина, уважаемые тельцы, достаточно сложная с точки зрения принятия решений. Вероятно, вторая половина августа может от вас и не потребовать именно того, чтобы вы решили для себя, я иду в старый или остаюсь, я иду в новый или остаюсь старым. Но тем не менее, это решение, скорее всего, начнет именно в тот период назревать как необходимость. Ну, вполне возможно, что с необходимостью как таковой вы встретитесь уже в сентябре или октябре по поводу решения. Дело в том, что вы все-таки тот знак, который не очень любит, ну, скажем так, каких-то кардинальных перемен. Семь раз не отмерив при этом, несколько лет не подумав. Но, скорее всего, это будет сложно сделать, то есть сложно тянуть с этим. Ну, по крайней мере, осенью, к середине осени какое-то решение должно созреть. Понятно, что это, ну, скажем так, на всех тельцов одинаково не будет распространяться. Те из вас, кто родился в середине этого знака, да, то есть те из вас, кто имеет солнце в градусах примерно с 13-го по 20-й градус тельца, то есть где-то родился с 4-го по, получается, 11-е мая. Вот те из вас наиболее подвержены будут влиянию этого формирующегося квадрата во второй половине августа примерно с 20-го числа и вплоть до конца октября, по идее. Все остальные более ранние тельцы, более поздние тельцы, ну, более ранние уже этот квадрат проживали. Я напомню, может быть, кто-то почувствовал это на себе, уверена, что большинство так и ответит. Это начало 2021 года, май, июнь, июль 2021 года и декабрь 2021 года. Вот это три было периода, когда там этот квадрат сильно звучал именно для более ранних тельцов. Сейчас это середина тельца, но для более поздних тельцов, как ни странно, этот квадрат звучать и вовсе не будет, потому что, скажем так, когда уран будет ходить по этим градусам, Сатурн уже перейдет в другой знак, и там будет совершенно другая между ними конфигурация будет образовываться. Так что в целом, в целом, достаточно напряженная вторая половина месяца для тельцов всех, и эта вторая половина месяца может создать предпосылки для перемен в эту осень. Первая половина месяца более удачная, более удачная. Планета Венера, которая вами управляет, достаточно активно идет по знаку, получается, рака до 11 августа. И, получается, первые 10 дней этого месяца, вполне возможно, во-первых, у вас могут быть достаточно такое сильное напряжение. Вот, опять-таки, только у тех, кто родился в середине знака, да, то есть тех, кого я назвала. Вот первые 10 дней месяца там тоже могут быть напряжения, но оно может быть связано больше с необходимостью какого-то выбора. А с тем, что будут внезапные какие-то ситуации во множественном таком количестве входить в жизнь, и нужно будет очень резко и быстро, динамично на все реагировать. И вот, кстати, для тельцов вот второй декады, то есть среднего вот этого участка, знака тельца, характерна сильная травматизация, ну, риск травматизации в период с 1 по 10 августа. С другой стороны, Венера все это время очень благоприятно звучит, она в знаке рака, а это все-таки ваш управитель. И она в достаточно благоприятных аспектах здесь идет. Поэтому, полагаю, что для большинства тельцов первые 10 дней будут посвящены взаимодействию с близкими людьми. Может быть, вопросы романтической, такой любовной темы выйдут на первый план. Тем более, что у Венеры аспект с Марсом образуется в первых числах августа. И это такое удачное сочетание для темы любви, для того, чтобы в этом августе ее реализовать. И, кстати, звезды могут вам помочь. Астрологический гид для счастливых знакомств уже готов. Он вас ждет. Есть инструкция в записи, которую я прям рассказала на встрече, когда презентовала этот гид. И сам гид в PDF-формате. Так что, если вам интересно, в описании под этим видео первая ссылка. Переходите, можете его приобретать для счастливых знакомств. Безусловно, кстати, не только этим летом. Ну, а что касается более поздних дат августа, то здесь, пожалуй, я обращу внимание на время с 16 по 19 августа. Здесь такой приятный аспект между Венерой и Юпитером, говорящий о том, что у тельцов это время очень удачное время для решения профессиональных дел. И для путешествий. Пусть оно не очень длительное, но здесь вы можете что-то начать. Не всегда нам нужно в этот период все сразу соорганизовать и закончить. Иногда это просто нужно выбрать хорошее время для инициации, то есть для старта. И вот этим стартом могут быть вот эти вот несколько дней с 16 по 19 августа. И обращу внимание на самые последние дни. Это время вот 27, 28, 29 и 30 августа. Это время, когда как раз-таки Венера проходит вот этот вот квадрат на Уран, оппозицию на Сатурн. То есть образует очень сложную конфигурацию Тау-квадрата между собой Ураном и Сатурном. Вот как раз сильнее всего это будет работать у средних тельцов. Но все-таки, все-таки для вопросов здоровья это неудачное время у всех тельцов. Вот поэтому последние там буквально 5-7 дней этого августа это время неудачное для вопросов здоровья. И может быть как бы ухудшение здоровья. Или же это не про здоровье физическое, а просто про настроение. То есть будет прям спад такой эмоциональный, когда вы можете, например, отказаться от какой-то возможности, которая идет в это время в вашу жизнь, просто потому что не очень хорошо себя чувствуете, не очень уверены в своих силах. Близнецы, у вас этот месяц достаточно важный, как и у большинства других знаков Зодиака. И в вашем случае это связано с тем, что пока ваша планета Меркурий, которая вами управляет, идет на самом своем высоком ходу. Это с одной стороны, то есть все-таки у нее достаточно высокий ход и нет никаких проблем с тем, чтобы она создавала для вас какие-то серьезные препятствия или фиксировала вас на какой-то определенной теме, возвращала вас к прожитому опыту. А с другой стороны, с 4 августа по 26 августа, то есть в принципе почти весь период, который мы с вами рассматриваем, ваш управитель в знаке Девы. И это сильное положение вашего управителя. То есть ваш управитель управляет, понятно, вами, иначе он бы как-то по-другому назывался, да? Или он еще управляет, не или, а еще он управляет знаком Девы. Поэтому, когда попадает в знак Близнецов или в знак Девы Меркурии, мы говорим о том, что это очень сильное положение планеты, которые, эти знаки дают возможность планете Меркурии реализовывать все то, собственно, что она из себя представляет. То есть все ее характеристики полностью раскрываются, ничего не блокируется, никакая энергия. И когда энергия течет легко у планеты, которая нами управляет, это символически говорит и о том, что и у нас будет легкое течение дел, и мы будем себя чувствовать прекрасно. И интересно, что положение Меркурия в Деве, это еще и положение, при котором можно говорить о том, что будет достаточно много не просто возможностей для реализации задуманного, а, знаете, такой вот внутренний хороший такой критик в нас поселится, который нам будет говорить о том, что что, неужели ты этого не хочешь, неужели ты этого не можешь, наверное, ты просто к этому еще не дозрел, да? То есть я бы сказала, что такой конструктивный критик, который задает нам правильные вопросы, ну, наш внутренний голос, да, и толкает на нас на верные решения и как бы расширяет наше видение собственных способностей. Вот такой потенциальный эффективный месяц вы будете проживать в этом августе. Еще раз напомню, что Меркурий пройдет в знаке Девы с 4 августа по 26 августа, а вот после этого он перейдет в знак Весов. И, в общем-то, будет в знаке Весов с 26 августа по 29 сентября, представляете? То есть если мы говорили в прошлом, ну, в прошлом июле я говорила о том, что, представляете, какой Меркурий скоростной, он идет по 2 недели в каждом знаке, то обратите внимание, что его положение в знаке Весов будет с конца августа по конец октября. То есть 2 полноценных месяца. Почему? Единственная причина, по которой у нас задерживается планета в одном знаке, это ретроградность. Поэтому совсем скоро мы с вами все, в том числе и вы, уважаемые близнецы, будем жить в периоде, когда Меркурий будет ретроградным. Но это будет только в сентябре месяце, и потому вот сейчас нужно пользоваться возможностью как можно объять как можно больше дел. Что вы, в общем-то, делаете легко и блестяще. По хронологии. Самая активная часть этого месяца, это, конечно, его середина. Время с 14 примерно по 25 августа, ну, середина и вторая половина. Наиболее актуальны для всех вопросов, связанных с профессиональной деятельностью, с решением финансовых вопросов, может быть, с переездом или с какой-то поездкой. Вот первая часть месяца, это время с 1 где-то по 10 августа наиболее хороша для дел, которые не требуют активного вмешательства или которые вообще подразумевают, ну, некую вашу пассивность. Может быть, как раз на это время было бы хорошо спланировать отпуск. А вот как раз после уже 14 августа, наоборот, как будто бы скорость жизни увеличивается, и у вас какая-то внутренняя потребность что-то делать, что-то предпринимать, и тут бы хорошо оказаться на рабочем месте, в своем проекте, да, в любимом деле. И в этом любимом деле уже развиваться, оставаться до конца августа и развивать там текущие вопросы. Ну, и стоит обратить внимание еще на один фактор, который во второй половине месяца будет значительно увеличивать вашу динамику и потребность вступить в какую-то конкурентную борьбу. Это прохождение Марса по вашему знаку. Обращу также ваше внимание, возможно, вы знаете, но если вы еще не в курсе, то Марс в вашем знаке задержится до 26 марта 2023 года. Зайдет он в ваш знак 20 августа этого года. То есть, представляете, для Марса это тоже не свойственно, такое длительное нахождение в одном знаке. Поэтому с уверенностью могу сказать, что здесь он находится ровно потому, что в вашем знаке он будет ретроградным с октября по январь 2023 года. Но его ретроградность еще впереди, и мы ее обсудим. И с точки зрения того, что она несет именно вашему знаку, конечно же. Но сейчас Марс пока входит в ваш знак, это будет как раз 20 августа, и поэтому последние вот эти 10 дней августа, они наиболее марсианские, они наиболее динамичные, они даже заряжены каким-то конфликтом и даже какой-то конкуренцией. Но для вас это приятно, это хорошо, это вовремя, и главное, вы выходите из всех этих ситуаций, и может быть даже где-то и проблемных периодов, там где-то будет пару дней, тройку дней проблемы, но вы выходите победителем, потому что вот как бы сейчас вот этой вашей жизненной энергии на все хватает. Рак. Ну что ж, у вас очень хорошие новости, уважаемые раки. Дело в том, что ваш знак вошла в Венера, если вы помните. Произошло это еще в июле месяце, а именно 18 июля. С 18 июля Венера в вашем знаке, и это положение, она занимает до 11 августа. То есть первые 10 дней наступающего месяца, а может быть уже и наступившего, не знаю, когда вы меня смотрите, они посвящены вопросам любви, вопросам отношений, и это прекрасное время для того, чтобы создать для себя ту ситуацию, ту обстановку, которая приносит вам удовольствие. Но я не знаю, что вам именно приносит удовольствие. Венера точно символизирует то, что нам нравится. Это всегда символ нашего выбора. И это всегда символ какой-то маленькой радости, подарка, который мы можем абсолютно законно в это время ждать подарков и сюрпризов от окружающей среды. В первые 10 дней вы точно, этого августа, как и в последние две недели, июля крайне привлекательны. Это прекрасное время, безусловно, для новых знакомств, для создания романтической привязанности. Если вы хотите, чтобы вам помогли в этом звезды, то астрологический гид для счастливых знакомств у меня уже готов. Есть прям даже инструкция, когда я словесно описываю, как это, как сделать так, чтобы это знакомство произошло, как выбрать человека. Есть PDF-файл, в котором это все описано текстом. Так что, если вам интересно именно в этом августе познакомиться, а может быть, в теплой осенью еще это знакомство, чтобы произошло, то вот первая ссылка в описании под этим видео, это возможность получить вот такое руководство. Ну, а что касается еще, какие возможности Венера вам дает, то это все, что касается улучшайзинга, ну, так сказать, всего, что касается вашего внешнего, улучшения, там, новая прическа, там, новый цвет волос, походы к косметологу, шоппинг разумный, конечно, это все имеет отношение к Венере, и вам вполне можно этим заниматься до примерно 11-го числа, когда, пока Венера находится в вашем знаке, 11-го августа она переходит в знак Льва, меняется атмосфера, и для вас в том числе, да, появляются какие-то новые задачи, ну, и, в общем-то, на первый план выходят другие темы. Какие темы? Вот как раз 12-го августа происходит полнолуние, полнолуние это такой водораздел у нас у всех, да, когда что-то меняется или что-то проясняется в какой-то, может быть, значимой для нас ситуации, а для вас это всегда просто, что полнолуние, что новолуние, это время, где, вблизи которого меняется ваше настроение, формируются новые цели, или же проясняется позиция по каким-то старым моментам. Но полнолуние больше все-таки про прояснение чего-то старого, поэтому в период с 10-го примерно по 15-е августа это полнолуние в 20-м градусе водолея, на всякий случай расскажу вам. Водолей не особо значим для вас как знак, от которого может идти какая-то, какое-то серьезное там изменение, проблема, риск, или что-то еще. Поэтому само по себе может быть, как бы полнолуние, ну, скажем так, именно по знаку не столь значимо, хотя знак говорит о том, что вполне возможно, что какая-то ясность придет из дружеской среды, да, то есть какую-то вы новость оттуда получите. Но, с другой стороны, это полнолуние в квадрате к планете Марс. Вот, на это стоит обратить внимание. Время с 10-го по 12-е, извините, по 15-е августа из-за этого травма опасная и конфликтно опасная. То есть конфликты и травмы, скорее всего, будут более возможны именно в этот период. Ну, в большей степени я все-таки на конфликты здесь киваю. Почему? Потому что водолей это про передачу информации, да, это про потребность быть на одной информационной волне с другим человеком, мыслить в одну сторону. Ну, и, скорее всего, вот, как бы мышление в одну сторону подведет вас по отношению к другому человеку, появится конфликт. Плюс в этот период Сатурн будет сильно работать на ваш знак, и он как бы будет скрадывать определенные возможности роста во взаимодействии с средой единомышленников. И поэтому я предполагаю, что вот именно в этой среде и будет напряжение, которое приведет вас, конечно же, ну, как у вас полнолуние, новолуние, это всегда время напряженного беспокойства. И новолуние, это время с 25 где-то по 30 число, вот это время, когда на вас сильно будет действовать новолуние. Оно происходит в пятом градусе Девы. Ну, Дева как раз для вас знак более интересный, многообещающий с точки зрения влияния на вас. Дева земной знак, это знак какой-то стабильности, это знак какой-то структурированности, это знак какого-то порядка причинно-следственных связей. Поэтому последняя неделя скорее всего будет посвящена как раз наведению порядка в каких-то вопросах, с одной стороны. С другой стороны это может быть время начала нового в вашей жизни. Ну, вот, какой-то новый проект появится на этом новолунии. Собственно, это новолуние также в квадрате к планете Марс, да, оба, у нас обе лунации или сизигии, по-другому их называют в этом августе в квадрате к Марсу, поэтому как бы и тот, и другой период конфликтно-опасны и травма-опасны для вас. И первый, и второй период, скорее всего, связаны меньше с травмой, больше вот с каким-то информационным напряжением, но если в середине месяца оно больше идет из среды единомышленников, то в конце месяца это может быть общий фон информационный, который вас затянет, какие-то новости пришедшие с телевизора, например, очень сильно вас перевозбудят вот именно в этот период и вы даже построите планы исходя из того, что вы там услышали. Лев, ну что ж, львы, у вас, конечно, вот вторая половина года, она, скажем так, даже более напряженная, чем первая, ведь в первой половине года, конечно, напряжение шло тоже на ваш знак, но шло оно от затмений, да, и ну кому-то сильнее досталось от этих затмений, из вас кому-то, скажем так, почти не досталось ничего, ну те градусы, которые затмения еще в этом году не потрогали, они еще успеют потрогать, может быть, это будет в ноябре-декабре, в октябре-ноябре будут другие градусы у затмений на оси телескорпиона, это для вас значимая ось, и потом еще следующий год, тоже важный для вас с точки зрения затмений, но сейчас наступает куда более значимый аспект между планетами, теперь это между Ураном и Сатурном, и если вы помните, я говорила об этом, с августа по октябрь у нас этот аспект между ними квадрата становится более-менее точным, и четыре знака очень сильно задействованы в этом квадрате, и один из этих знаков это вы, поэтому вторая половина месяца у вас уже достаточно напряженная, и она связана с переходом Урана в знаке Тельца в ретроградное движение, и хоть вы не знак Тельца, да, другой знак, но Телец это знак, из которого, из этого сектора идет на ваш знак напряжения, идет потребность, не потребность, а сильное такое вот влияние, при котором вам приходится что-то делать, потому что вас ставят в определенные условия, и эти условия связаны с какой-то новизной, которая как бы вот как новость, как обстоятельства жизненные приходит в вашу жизнь, что-то надо переформатировать и менять, это с одной стороны, а с другой стороны есть планета Сатурн, она идет по знаку, который вам противостоит, да, и противостояние в как бы знаках, это один из признаков какого-то конфликта, и борьбы с конкретным человеком или же с какими-то жизненными обстоятельствами, например, Сатурн говорит об ограничениях, он говорит о том, что приходится с чем-то мириться, или говорит о том, что приходится как бы отходить от какой-то стратегии, которая для вас абсолютно уже привычная и гарантированная, и вот представляете, вторая половина августа начинает эту тему, тему необходимости выбора между тем, что отжило, и тем, что новое и совершенно небезопасное приходит в жизнь. Эта тема является началом в августе будет начинаться, а продолжение ее следует в сентябре, и уже какое-то завершение вы получите в октябре, но вполне возможно даже в первых числах ноября, когда там случится затмение вот на этой оси скорпион-телец, и, собственно, как-то подведет итоги. Вот, тем не менее, вот все, что я сказала, касается второй половины месяца, я бы отметила сильное влияние вот как бы надвигающегося квадрата именно с 20-го числа, но первые 10 дней месяца, как ни странно, тоже важны. Почему? Потому что там этот квадрат пока еще не сформированный, возбуждается за счет прохождения Марса по Урану и по Сатурну, и этот Марс в знаке Тельца, если вы помните, уже говорила о том, что Телец для вас специфический знак, специфический сектор, поэтому первые 10 дней этого месяца могут принести вам какое-то напряжение, связанное с необходимостью резко что-то поменять в жизни или принять какое-то решение резко, или вполне возможно резко отреагировать на что-то, сказав нет, тому, что вы не готовы были вот в такой форме решать этот вопрос, но его придется именно в такой форме и решить. Середина месяца, середина месяца это у нас получается полнолуние, это где-то время с 11-го по где-то по 16-е августа, это вот как раз время, когда происходит полнолуние в знаке, который вам противостоит водолеи в 20-м градусе, сильнее всего будут задействованы в этом полнолунии, он будет влиять на тех из вас, кто родился с солнцем где-то примерно с 18-го по 22-й градус солнце должно стоять в водолее, обратите внимание, проверьте свою карту, это очень достаточно легко сделать, понять, где солнце находится по знаку и градусу, ну по знаку вы примерно наверное знаете, а вот по градусу возможно нет. Полнолуние в принципе на всех львов будет действовать как тот период, когда придется как раз таки смириться с какой-то ситуацией, то есть принять ее так как она есть, потому что на полнолуние у нас приходит ясность, так как эта ясность приходит на оппозиции к вашему знаку, значит скорее всего придется просто принять факт того, что придет в жизнь в этот период, но до этого вы что-то сможете сделать вот в первых числах этого месяца. И последнее, что пожалуй я хочу здесь отметить, это то, что при этом я бы не сказала, что это будет для вас драма-драма, почему, потому что Венера будет очень помогать, скрадывать вот это как бы такой драматический накал страстей. Она с 11 августа по 7 сентября в вашем знаке. Ну а когда Венера в нашем знаке, это всегда про то, что увеличивается количество желанных ситуаций в нашей жизни, приходят приятные обстоятельства, пусть даже мелкого характера. Люди нам склонны больше помогать и симпатизировать, а также откровенно говорить нам комплименты и дарить подарки. Это прекрасное время для того, чтобы мы могли заняться улучшением своей внешности, улучшением как бы того пространства, в котором мы живем. И это, конечно, время романтическое, поэтому часто на прохождении Венеры по нашему знаку у нас случается больше знакомств, просто статистически больше их происходит, а значит у нас больше выбора, какое знакомство оставить для продолжения. Если вам нужна поддержка звезд, то астрологический гид для счастливых знакомств готов, есть инструкция словесная, есть PDF файл с текстовым вариантом гида. Если вам интересно получить такой гид в свое распоряжение, то первая ссылка в описании под этим видео, как раз эта информация про этот гид, как вы его можете получить. Так что я думаю у вас действительно несмотря на то, что другие транзиты показывают напряжение, конфликт, какой-то необходимость уступок или необходимость принять все как есть, тем не менее Венера все сглаживает и я думаю, что вы от этого августа недовольными совершенно не останетесь. Дева, ну что ж, в этом месяце вам крупно повезло, потому что ваш управитель планета Меркурий почти весь месяц находится в вашем знаке. Сами посудите, Меркурий заходит в ваш знак с 4 августа и пробудет там до 26 августа. И кстати, это его последнее нахождение на своем высоком ходу, не то, что последнее нахождение, это последний его период на своем высоком ходу. После 26 августа он сменит знак на весы, но в весах он уже будет ретроградить и по тому весах мы его будем наблюдать до 29 октября. То есть буквально он будет два полноценных месяца в этом знаке. Так что когда планета наш управитель входит в наш знак и начинает работать на ситуации, то в основном работает благоприятно. Мы чувствуем больше, у нас больше свободы, у нас больше желаний в этот период, у нас больше ощущения какого-то драйва и главное у нас больше энергии на все. Нас хватает на все, мы ни на чем не экономим в этот период. Так что как бы у вас пришло время насытиться этой энергией, тем более, что с 24 августа в вашем знаке еще и солнце начинаются ваши, ну по большому счету начинаются ваши дни рождения. Солнце пробудет в вашем знаке до 23 сентября, то есть дней рождения мы ваши будем праздновать до 20-х чисел сентября. Я вас всех поздравляю с наступающими новыми годами. Принято поздравлять с новыми солярами, но на этот счет у меня совершенно другое мнение. Соляр это по большому счету в астрологии это термин, который обозначает карту рождения нового года, но карта рождения нового года не описывает 12 полноценных месяцев, которые мы проживем со дня нового года. Описывает немного другой период и карта рождения нового года начинает работать загодя. Об этом я писала целый пост в своем телеграм-канале астрологии с Ермольной Татьяной, поэтому обязательно присоединяйтесь к моему каналу, найдите там этот пост и там очень интересный материал. Кстати, там много материала вообще на телеграм-канале и я там отвечаю на вопросы, так что присоединяйтесь для того, чтобы еще и получать мои комментарии. Там, помимо того, что у вас будут полноценные новости об астрологии. Ну и что касается того, для чего бы я использовала этот месяц в вашем случае, то я полагаю, что нужно его использовать для ваших, ну, для задач, которые вы считаете стратегическими, первостепенными, теми, которые вот прямо сейчас отвечают всем вашим запросам, то есть самым желанным, да, самые желанные дела вы должны делать в этом месяце, потому что сейчас у вас на все это хватит сил. И я бы отметила здесь период с 13 по 20 августа как время очень удачное для новых обстоятельств, то есть вот в этот период новые обстоятельства могут войти в жизнь и они прям полноценно будут отвечать вашему запросу на изменения. если он у вас есть. Ну и второй период очень интересный, я бы отметила это время с 22 по 25 августа. Это время, когда у вашего управителя аспект на Плутон. Чем характеризуются такие аспекты? Они характеризуются взаимодействием очень активным и эффективным с другими людьми, с большими коллективами. Когда вы сталкиваетесь с какими-то масштабными запросами, в эти запросы часто включены много людей, это целая синергия образуется. И вот в этой синергии вы как-то реализуете и свой частный запрос тоже. Поэтому не избегайте коллективного труда в этом месяце, не избегайте профессиональной среды в этом месяце, потому что как раз профессиональная среда может дать вам очень интересные возможности новые. Ну и стоит отметить еще 28 августа новолуние в вашем знаке, в пятом градусе девы. Хочу обратить внимание, что конечно же новолуние в принципе будет влиять на всех дев, но особенно сильно звучать оно будет для тех, кто родился в период с 26 по 31 августа. Но новолуние это время, когда мы начинаем что-то новое, когда образуются какие-то обстоятельства, формируются какие-то идеи, формируется может быть какой-то эмоциональный фон для рождения какого-то нового проекта. Может быть это будет не масштабный проект, но все равно что-то новое. И когда конечно это в нашем знаке, то безусловно это про нас. Это вот про то, что пришло время в свою жизнь привнести нечто то, чего не было до этого. Так что вот прям последние числа августа это еще и время рождения нового проекта, который вполне возможно будет очень актуальным до конца года. Весы. Что же будет у вас весы в этом месяце? Интересным будет то, как ведет себя ваш управитель планета Венера, а также последние дни этого месяца еще интересны тем, что ваш знак попадет планета Меркурий. Правда, будет она там только с 26 августа, но зато задержится она там надолго. Дело в том, что в вашем знаке Меркурий будет ретроградить этой осенью, в ранней осенью, и поэтому задержится в вашем знаке с 26 августа по 29 сентября. Об этом мы еще поговорим, потому что это задача самого-самого такого последнего периода августа. А начнем с того, что ваш управитель планета Венера будет первые 10 дней этого месяца в знаке Рака. Рак это тот сектор зодиакального круга, из которого к вам всегда приходят новости напряженные. Оттуда приходит много эмоций, оттуда приходят какие-то события, которые выводят вас из равновесия, из баланса, и вы теряете гармонию. Вы становитесь крайне эмоциональным и даже впадаете в какую-то определенную степень истерики. Вот первые 10 дней прохождения Венеры все еще прохождения Венеры в знаке Рака, потому что это вся вторая половина июля тоже была такой. Говорят о том, что вы в повышенном эмоциональном фоне находитесь, что вы немного более мнительны по отношению к тем новостям, к тем словам, к тем поступкам, к тому поведению, которое демонстрируют в отношениях. и даже не в отношении вас другие люди, и что вы предпочитаете в это время сузить количество взаимодействия с другими людьми и больше предпочитаете находиться в кругу близких вам людей. Так уж работает ваш управитель в этом знаке. Он формирует вот некоторую такую потребность, как бы потребность избегания масштаба коммуникации, хотя в принципе вы совершенно из другой породы на самом деле, но сейчас пока вот так вы себя ведете. Но однако же все равно первые 10 дней при этом все равно с хорошими аспектами от вашего управителя на другие планеты, поэтому в целом это не мешает вам реализовывать ваши планы и какими бы они не были, касаются ли они работы или касаются они отдыха, я думаю, что эти планы в первые 10 дней будут реализованы. Ну просто, как я сказала, немножечко эмоционально так у вас большая такая лоббильность в это время наблюдается, вам сложнее с эмоциями справляться и сложнее справляться именно с каким-то внутренним ну как бы таким критиком, который вас в это время селится. Но после перехода Венеры в знак Льва, Венера будет во Льве с 11 августа по 7 сентября, ситуация меняется, потому что Лев это совершенно иной знак для вас, из этого сектора почти всегда идут более приятные новости и новые возможности. Ну и потом Венера во Льве, как вы понимаете, это совершенно другая характеристика вашего управителя. Она попадает в сектор праздника, она попадает в сектор удовольствия, она попадает в сектор, где творчество и игра приветствуются, где самопрезентация, самолюбование, эгоцентризм, эгоизм это достаточно приемлемые качества. Конечно, Венера во Льве это характеристика такого яркого праздника и потребности все время соприкасаться с Дольчевитой, со сладкой жизнью. И вот здесь вот, наверное, может быть запрос даже на отдых, особенно на активный отдых, на отдых может быть такого более расточительный, более шикарный, по вашим меркам будет более высок у вас, чем в первой половине месяца. Да, но если вы хотите отдохнуть, то почему для этого звезды, конечно же, почему нет, я имею в виду, для этого звезды, конечно же, тоже предлагают время, у них даже на это есть ответ. Ну, период, предположим, с 12 по 19 августа прекрасное время для путешествий, любого характера, профессионального или какого-то личного вашего, это время прекрасно и для любовной темы. Вот здесь очень хороши реализации или создания нового знакомства и романа. Но если вам нужна поддержка звезд, то астрологический гид для счастливых знакомств уже есть, есть инструкция в записи, есть PDF-формат в текстовом варианте. Пожалуйста, если вам интересно получить поддержку о звезд, то первая ссылка в описании под этим видео, это как раз вот астрологический гид, который уже полностью готов для того, чтобы быть вам надежной инструкцией. Переходите, узнавайте все подробности. Вот только последняя часть этого месяца будет куда менее праздничной. Что касается последней части, то я сказала, Меркурий здесь переходит с 26 августа в ваш знак, и он формирует уже необходимость и потребность как-то включаться в деловые вопросы. Вы больше включены в информационный обмен, есть потребность все время что-то говорить, что-то рассказывать. у вас может здесь появиться необходимость с бумагами какой-то вопрос решать на последней неделе августа. Но помимо этого, Венера в этот период примерно с 25 по 31 августа в аспекте к Урану и к Сатурну. Если вы знаете, Уран и Сатурн в этом году строят между собой не очень удачный аспект квадрата, напряжение. Он будет у нас актуальным, активным с августа по октябрь. И вот ваш управитель этот аспект будет актуализировать на последней неделе этого августа. И конечно же тогда этот аспект квадрат между Ураном и Сатурном станет вашим. Он станет некой атмосферой, в которой вы живете. И вам придется принять решение. Вы живете в какой-то старой истории, старой ситуации или выходите уже на какой-то новый виток. Притом старая тут очень даже для вас приемлемая, приятная, безопасная, но без развития. А Уран несет как раз себе нотку нового, абсолютно неизвестного, абсолютно негарантированного, но зато манит как бы новыми перспективами. И только ваше решение. Как же вы поступите? Скорпион. Ну что же, Скорпионы, вас вновь ждут перемены в жизни. Понимаю, что вы несколько устали от тех трансформаций, которые одна за другой идут в вашей судьбе, возможно, и даже наверняка, но пока что полоса этих трансформаций еще не закончилась. И это в том числе связано с прохождением затмений через вашу ось Скорпион-Телец. Но помимо этого, сейчас положение усугубляется за счет квадрата между Ураном и Сатурном. Этот квадрат станет достаточно точным в конце сентября, в начале октября, но мы его начинаем чувствовать уже с августа и заканчиваем в октябре, в ноябре этого года. Этот квадрат очень важен, потому что он идет по тем знакам, из которых к вам приходит определенного рода ситуации. Это по... Уран идет по Тельцу, что противостоит вам, да, то есть этот аспект такого конфликта здесь наблюдается, а Сатурн идет по Водолею, от Водолея ваш знак приходит необходимость действовать и препятствие, то есть напряжение. Поэтому явно, что у вас этот август уже будет связан с препятствиями и напряжением, необходимостью выбора в какой-то значимой ситуации. Вот с чем она будет связана, это покажет только ваш личный прогноз. И эта ситуация не одного месяца, хочу вам сразу сказать, это не только ситуация августа. Август ее только начнет, а продолжит ее сентябрь и октябрь ее, пожалуй, завершит, точку поставит затмение ноябрьское, которое произойдет 8 ноября. Вот там будет скорее всего полное обнуление той ситуации, в которую вы уже скорее всего в этот август зайдете. Для кого наиболее актуально то, что я сказала? При этом это будет для всех скорпионов звучать, но у кого-то это будет звучать, вы знаете, как бы как такая необходимость, от которой не уйти. Для тех, кто родился в средней декаде вашего знака. Сейчас я объясню, кто это согласно дням рождения. Те из вас, кто родились в период с 6 по 12 ноября. Вот для вас это будет как бы вторая половина августа, сентябрь, октябрь. Это будет время решения жизненно вашего важного вопроса, который связан с тем, что необходимо будет отказаться от безопасного прошлого и перейти в совершенно негарантированное будущее, негарантированные перспективы какие-то. Но помимо этого, это прям самая последняя часть месяца нам об этом говорит, но помимо этого, это вот где-то с 20 числа, помимо этого и первая часть месяца тоже говорит о том, что и тут тоже все спокойно, но первые 10 дней месяца связаны с прохождением планеты Марс, который является одним из ваших управителей вот по тому самому Урану и по тому самому Сатурну. То есть будет такая мини-тренировочка того, что будет происходить уже в сентябре и октябре, и вы это будете замечать, вот именно те из вас дни рождения, которых я назвала, но и все остальные тоже должны держать ухо востро, все остальные скорпионы, потому что например, аспект Марс-Уран это аспект каких-то неожиданных срывов путешествий, особенно связанных с авиапутешествиями, вот, аспект Марс-Сатурн это аспект травматизации, особенно переломов, вот, поэтому будьте аккуратны, потому что аспект травматизации и аспект незавного срыва путешествий есть у всех скорпионов и работает на всех скорпионов, ну, конечно же, на тех, кого я назвала, средние декады более актуальны этой информации, то есть более ярко звучит здесь. Что еще будет в этом месяце из интересного? Марс, ваш управитель планета Марс, у вас два управителя, это Плутон и Марс, так вот, планета Марс 20 августа переходит в знак близнецов, будет она в этом знаке очень долго, до 26 марта 2023 года, представляете, столь долгое стояние в знаке, который, ну, мягко сказать, для вас очень непонятен, потому что вы воздушные знаки вообще не особо понимаете, ну, с водолеем у вас конфликт, а с близнецами, как бы со знаком, у вас такого конфликта нет, вы несозерцающие считаются знаки друг друга, но при этом, конечно, как бы, такое положение вас несколько делает менее сильным, менее стойким, менее таким ресурсным, потому что все-таки ваш ресурс, он связан или с водной средой, или с земной, вот в этих двух положениях, когда Марс проходит или по земным знакам, или по водным, вы сильнее, вы можете полностью пользоваться всем тем природным, что у вас есть, а Марс в воздушных знаках, он все-таки скрадывает, это потому что функция воздухопередачи информации, а вы совершенно не тот знак, который, в общем-то, говорлив или красноречив, нет, собственно, вообще нисколько, вот, вы наоборот таинственны и молчаливы, и, конечно же, необходимость, вот, представляете, в течение такого длительного времени, около полугода все время в информационном обмене быть, оно вас, ну, будет несколько так, знаете, истощать по ресурсам, как бы, к августу это меньше имеет отношения, это больше перспектива уже осени и зимы, но в августе эта перспектива закладывается, и вы ощутите переход Марса в это положение как раз-таки в последние 10 дней августа, когда вы попадете в этот информационный взаимобмен, и вам придется из молчаливого скорпиона, который за всем наблюдает и все отмечает, стать таким вот говорливым, красноречивым, поддерживать вот эти смолтолки, в общем, совершенно для вас такое нехарактерное поведение вы будете проявлять. Что бы из приятного, да, давайте из приятного, из приятного то, что у вас середина месяца очень неплохая, это примерно время с ну, с 11 августа по 19, вот это середина месяца, буквально около 10 дней, когда вы можете позволить себе делать что хотите, у вас нет никаких препятствий со стороны внешних обстоятельств, у вас не внутренне ничего там не поедает, у вас на все хватает настроения и физической энергии, поэтому вот это время вам стоит употребить на реализацию желаемого. Стрелец. Ну что ж, в этом месяце уважаемые стрельцы, не так много аспектов делает ваш управитель планеты Юпитер, но мне все равно будет о чем с вами поговорить, потому что в любом случае есть много событий, которые не связаны с вашим управителем, но связаны с вашим знаком. Но сначала, конечно, я скажу о том, как управитель работает. А управитель в этом месяце делает два аспекта, но достаточно оба удачные. Первый работать будет в период с 1-го примерно по 5-е или даже по 4-е августа, это аспект между Солнцем и Юпитером. Прекрасное время для того, чтобы мы его использовали, мы все его использовали на решение наших профессиональных, социальных, карьерных задач. Но вам-то вообще все карты в руки, потому что Юпитер ваш управитель, и он еще сейчас, если вы помните, хоть и ретроградный стал, но идет по знаку, который с вами одного темперамента, одних ценностей, то есть знак одной стихии и с вами это знак Овна, Юпитер там находится, поэтому вы собственно в своем высоком ресурсе находитесь, вы как бы у вас такая лидерская позиция в отношении тех планов, которые вы имеете, вы хотите достигать, но отсюда я полагаю первые 4-5 дней этого августа это дни профессиональных и карьерных достижений, но если вы запланировали на это время поездку и путешествие, то путешествие должно быть с каким-то приключением, иначе оно вам окажется каким-то невкусным, так что придумайте, чем себя вот так вот завлечь, какую-то авантюрную нотку в это путешествие тогда нужно будет внести. И второй такой период, который я тоже имею право отметить, это время с 15 по 20 августа, это время, когда Венера будет в аспекте к вашему управителю. Венера в этот период идет по знаку Льва. Кстати, это тоже один из тех знаков, которые с вами общего темперамента и общих ценностей. Он так же, как и знаковна, так же, как и вы, имеет отношение к стихии огня. Поэтому, в принципе, это Венера очень, очень вам на руку. Она с 11 августа по 7 сентября в знаке Льва, и она создает для вас такое ощущение праздника, желание быть на виду, желание всем нравится. С 10 чисел августа вы почувствуете, что вы как-то больше себя презентуете на публике, больше пытаетесь обратить на себя внимание. Главное, что все это происходит на самом деле теми способами, которые люди одобряют, и они идут вам навстречу, и они вас замечают, и делают вам комплименты, и дарят вам подарки, идут вам на уступки, более сговорчивы в отношении ваших интересов. И вот это время, о котором я сейчас упомянула, с 14 по 20 августа, или с 16 по 20 августа, это время, когда наиболее очевидно вы будете это ощущать, потому что здесь не просто Венера будет идти в знаки, который для вас благоприятен, она еще будет делать аспект на вашего управителя. Ну и конечно же, если вы хотите заняться своими делами, улучшить свой внешний вид, как-то себя украсить, то это прекрасное время для таких дел, но и дел для отдыха. Отдых также пойдет вам на пользу, насытит вас энергией здоровой в этот период. Что же касается периода еще одного, который связан с прохождением Меркурия по знаку Девы. Значит, знак Девы это сектор, из которого всегда к вам летят какие-то не очень благие новости, оттуда летит напряжение, оттуда может лететь какие-то обстоятельства, препятствий, и в общем-то когда планета идет по знаку Девы, то качества этой планеты говорят о том, что именно в этой теме, в качествах этой планеты вы получите какое-то препятствие. Меркурия связана с коммуникацией, Меркурия связана с получением документов, с передачей информации, поэтому время с 4 августа по 26 августа это время, когда, скорее всего, вот в этой теме могут быть проблемы. И если вы должны заниматься каким-то документальным вопросом, то, скорее всего, нежелательно им заниматься в августе, ну, по крайней мере, ранние числа августа, они для этого хороши, пока Меркурий не зашел в Деву, и самые поздние числа августа тоже неплохи, когда Меркурий уже перейдет в знак весов, для вас это более благоприятный знак. Ну, и раз уж я сказала о Деве, то продолжу рассказ о ней, вашей жизни, потому что новолуние 28 августа в знаке Девы в пятом градусе и особо серьезные препятствия в реализации новых проектов на последней неделе августа получат те из вас, кто родился в период с, сейчас вам скажу, с 25 по 29 ноября. Вот, вот, как бы у всех так или иначе стрельцов в этот период будут некоторая заминка в реализации проектов и желаемых действий, но вот у тех, кого я назвала, она будет более очевидной. Ну, и еще раз скажу о том, что Венера, конечно, такая Венера, работающая и на вашего управителя. И сама идущая поочень для вас благоприятному знаку создает необходимость и возможность любви и романтики. Если вам нужна поддержка небес, то астрологический гид для счастливых знакомств уже готов. Есть инструкции словесные к нему, есть PDF-формат и текстовый вариант. То есть, пожалуйста, если вам нужна вот такая, такое руководство, то переходите первая ссылка в описании под этим видео, это как раз та ссылка, по которой вы узнаете об условиях получения. Козерог. Ну что ж, козероги, в этом месяце у вас событий не так много, по крайней мере, с точки зрения взаимодействия вашего управителя планеты Сатурн с другими объектами. Но, тем не менее, мне есть о чем рассказать, потому что некоторые планеты ходят по знакам, из которых явно приходит к вам определенного качества новости и ситуации, то, что мы об этом обязательно поговорим. Но я обращу ваше внимание на то, что Фонова все равно август начинает какую-то новую часть вашей личной истории. Это связано с актуализацией квадрата между Сатурном и Ураном. Если вы помните из моего общего прогноза на этот месяц, я говорила о том, что этот квадрат, это квадрат, это аспект года. Это аспект, который нас преследует уже второй год подряд. 21-й год тоже был под квадратом Уран-Сатурн. И этот аспект в этом году реализуется с августа по октябрь. И вот как раз в конце августа Уран переходит в ретроградное движение. И о Сатурн, если вы помните, наверное, вы знаете по моим прогнозам, следили за ними и знаете, что он в начале июня перешел в ретроградное движение. Теперь две планеты пятятся, а значит, они идут друг к другу. И их встреча, ну, скажем так, оптимальная будет в конце сентября, в начале октября. Но вот сейчас в конце августа будет уже закладка этого квадрата. В принципе, этот квадрат реализуется в тех знаках, которые по отношению к вам или благоприятны, или вообще никак. Это водолей и телец. Но как бы то, что ваш управитель формирует на небе значимый, особенно годовой аспект, и столь долгий, может говорить о некоторых проблемах, о некоторых изменениях, о некоторых обстоятельствах, которые войдут в вашу жизнь в этом августе. Но, к сожалению, более конкретной информации именно в этом разрезе я сказать не могу. Это уже можно сделать на индивидуальной консультации. И, собственно, если вы хотите, то в описании всегда есть ссылка на мои индивидуальные консультации. Что касается тех ситуаций, с которыми вы будете сталкиваться в этом месяце. Ну, во-первых, первые 10 дней этого месяца Венера, как вы помните, она еще в июле перешла в знак рака и идет еще первые 10 дней августа в этом знаке. Знак рака противостоит вам. Значит, он отвечает за все, что касается других людей и взаимоотношений с ними. Поэтому, как вторая часть июля, так и первые 10 дней августа имеют непосредственное отношение к отношению. Венера всегда за отношения или дружеские, или романтические. Но, по крайней мере, не конфликтные, не конкурентные и не безразличие к друг другу. Поэтому, я думаю, что первые 10 дней августа, как и вторая часть июля, это романтическое время для вас, уважаемые козероги. Этим надо пользоваться. Если вы хотите получить поддержку от небес, то астрологический гид для счастливых знакомств уже готов. Есть его текстовый вариант, есть его словесная инструкция. И как его получить, вы узнаете по первой ссылке. Если вы на нее нажмете, она есть в описании под этим видео. Ну, а что же касается ситуации, которая связана с днями примерно с 6 по 11 число, то я обращу ваше внимание, что здесь на вашу планету, на вашего управителя, планету Сатурн, идет квадрат от Марса. И это говорит о некотором конфликте или напряжении, который появляется в этот период. Кстати, это еще и аспект травматизации. Поэтому, уважаемые козероги, я вас призываю быть очень аккуратными в этот период, потому что переломы получить вполне возможно. Тем более, мы помним, возможно, мы знаем даже, что солнце в знаке подразумевает не только наши силы, он подразумевает и наши слабые органы мишени в том числе. И у знака козерога, те, кто родился под ним, органом мишени всегда является костная ткань. Костная ткань, суставы, сухожилия. Поэтому будьте аккуратны и не подвергайте себя лишнему риску. Что же касается более такого периода позднего, то я бы обратила внимание на то полнолуние, которое произойдет в районе 12 августа. Потому что время примерно с 12 по 16 августа это еще и время, которое связано с сильным эмоциональным напряжением в нашей жизни. Что-то будет идти не так. вы по какому-то поводу будете очень сильно переживать, потому что вы будете планировать одно, ситуация будет развиваться совершенно иначе, вам будет казаться, что вы потеряли контроль над ситуацией, что вы неверно ее стратегически расценили для себя. В общем, появится чувство вины и ощущение растерянности. Оно продлится у вас примерно где-то до 16-17 августа, но потом постепенно пройдет. Но я все-таки считаю, что астрология это не карательная дисциплина. Она та дисциплина, если в прикладном характере ее рассматривать, то она та, которая нам помогает правильно сформировать отношение к периоду. Мое мнение, что этот период, хоть он и небольшой, но он достаточно такой для вас напряженный, беспокойный, в этот период надо обращаться к себе со словами, что все нормально. Ну это просто время. Ну я же не машина, я же не могу всего учесть и все спланировать заранее. Есть форс-мажоры и надо понимать, что я не над всем властен, но есть то, что я могу сейчас проконтролировать, что я проконтролировать могу. И вот зафиксировавшись на этой теме, на теме того, а что же в вашей власти, что же вы сейчас можете сделать, я думаю, вы спокойно выйдете из этого периода. Ну и, пожалуй, немаловажным является и окончание этого месяца. Оно для многих знаков будет непростым. Для вашего, впрочем, тоже, хотя, пожалуй, есть знаки куда более проблематично будут переживающие этот период. У вас больше проблема связана с проходом Венеры по квадрату к Сатурну, к Урану и оппозиции к Сатурну. То есть вот этот квадрат включится, Уран-Сатурн, о котором я говорила в самом начале нашей встречи, за счет планеты Венера. Но Венера, как вы понимаете, это планета не агрессивная. Это планета пассивной, энергии благоприятной. Поэтому я не думаю, что произойдет нечто непоправимое, навряд ли. Но может быть связано с невозможностью осуществить реализацию выбора, который вы хотели бы сделать. Например, вам что-то симпатично. Вы хотели бы, например, повзаимодействовать с кем-то или в какую-то ситуацию попасть. Но сейчас не получится, потому что ваш выбор каким-то образом не соответствует внешним обстоятельствам. Вот, пожалуй, так, скорее всего, развиваться события будут. Водолеи. Что для вас этот месяц несет? Он себе несет достаточно напряженное событие, которое связано с переходом одного из ваших управителей планеты Уран в ретроградное движение. Вы помните, что у вас два управителя Сатурн и Уран. Сатурн перешел в ретроградность еще в начале июня. Сейчас, 20 августа, в ретроградное положение уходит Уран, а между ними во второй половине года с августа по октябрь, если вы смотрели мой общий прогноз, я там рассказывала об этом, формируется квадрат. И этот квадрат, это же оба ваши управителя, значит, формируется квадрат не только на небе, но и препятствие, напряжение какой-то и в вашей судьбе. И вот его формирование, прям первые ростки вот этого напряжения вы будете чувствовать в этом августе, особенно во второй половине. Но самое интенсивное время проблематичное, когда вам придется, может быть, сделать какой-то первый выбор в ситуации, которая вполне возможно длится еще с прошлого года, это последняя неделя августа. с 24 по 31 августа. Вот это время самое такое для вас в этом смысле судьбоносное. Однако, есть еще один период, который имеет смысл рассмотреть на полном серьезе, потому что там тоже могут быть какие-то события, а не другого характера. Если последняя неделя августа приносит вам необходимость выбора или отказа от ваших симпатий в пользу чего-то нового, вам неизвестного и может быть даже вам совершенно не нравящегося на данном этапе, то первые 10 дней августа другие, они связаны с прохождением по вашим двум управителям Урану и Сатурну планеты Марс. Планета Марс в это время и идет по соединению с Ураном и квадрату к Сатурну, и там же еще находится лунный узел. Лунный узел это не планета, это фиктивная точка, но она связана с некоторыми подводными течениями нашей жизни и напрямую связана с некоторой фатальностью и предопределенностью. Поэтому те события, которые вы будете проживать в первые 10 дней этого месяца, как и в принципе в последнюю неделю августа, они несколько предопределены. Марс связан с динамикой, с агрессией, с конкуренцией, с потребностью быстро реагировать на все и может быть даже нападать или защищаться активно. Поэтому это время достаточно рискованное, связанное с конфликтом, связанное с ущербом физическим, возможно, вам. Будьте аккуратны. Это в принципе рекомендация для всех водолеев. Но для кого это будет очень-очень актуально, кто должен прислушаться к этому точно и не рисковать понапрасну, это те из вас, кто родились в период с 6 по 12 нет, извините, не то говорю, не туда посмотрела. Так, кто родился в период с 3 по 9 да, с 3 по 9 февраля. Вот. То есть вот те водолеи, это середина средней декады водолея, вот вы будете, так сказать, под домокловым мечом сильнее, чем все остальные водолеи. Ну, что-то подобное было у более ранних водолеев в прошлом году, особенно в летний период, это вот с мая по июль. Но вот сейчас это донеслось до водолеев средней декады. У водолеев поздней декады вот не будет напряжения от аспекта Уран-Сатурн вообще. Хотя Сатурн, ну, вот он и пройдет по самым поздним водолеям соединениям, да, но все равно он такого, ну, скажем так, такого напряжения, как на средних водолеев и ранних он не даст. Еще какие моменты я хотела бы здесь отметить, это середина месяца, тоже непростой период. Видите, вот как какие-то такие тревожные новости приходят с астрологических полей к вам в этом месяце, потому что новолуние происходит, извините, полнолуние происходит в 20-м градусе водолея, будут работать больше всего получается не работать, а резонировать градусы у Солнца, это с 18-го по 22-е, то есть с 8-го по 20-е, по 12-е февраля кто рожден, сильнее всего будут реагировать на это полнолуние, и полнолуние в квадрате к Марсу и в соединении с Сатурном идет, вот, соединение с Сатурном, понимаете, да, то есть здесь про то, что как бы какие-то обстоятельства восковывают, куда-то не пускают, здесь про то, что середина месяца, это время где-то примерно с 12-го по 17-е число, это время повышенных обязательств, необходимости что-то делать вопреки своим желаниям, и квадрат от Марса это опять-таки про или же цейт нот в этих вопросах, да, или про конфликт, на фоне которого все это развивается, так что, к сожалению, август не очень простой, но я надеюсь, что, как бы, тем не менее, все пройдет нормально, и советы звезд, которые вы услышали, вам помогут как-то преодолеть его. Рыбы, что же этот месяц несет вам. Вы знаете, пожалуй, если рассматривать с точки зрения всех тех рекомендаций и толкований, интерпретаций, которые я дала другим знаком, зодиакам, мне кажется, что вы настоящие везунчики в этом месяце, потому что на вашу долю не выпало ни одного мало-мальски плохого аспекта. Мало того, ваш управитель планеты Юпитер получает от Солнца и от Венеры прекрасные аспекты, которые и даже Нептун, планета Нептун получает и от Венеры и от Марса тоже замечательные аспекты. И только Меркурий немного вот здесь как-то выбивается из этой комбинации и он делает аспект напряжения. А все остальные у вас аспекты благоприятные. Я вот даже смотрю сейчас на символику и думаю, ну вот рыбам несказанно повезло. Проблем нет на фоне того, что вокруг вас наверняка представители других знаков и других стихий и у них будут развиваться какие-то и сложности и напряжения и драматические события. Вы будете островков и уголком безопасности. Но давайте немного про это поговорим в хронологическом порядке. Итак, первые 4-5 дней этого августа у вашего управителя планеты Юпитер аспект на Солнце. Я напомню, Юпитер сейчас находится в ретроградном положении в знаке Овна. Собственно, ретроградность его уже никакой проблемы для вас не создает на этом периоде. И чуть-чуть может быть, чуть-чуть может быть ретроградным он у нас станет где-то 28 июля, но 1 августа он еще будет чуть-чуть в замедленном движении и может быть вот эти первые 5 дней августа не будут столь динамичными, но зато они почему-то по какой-то причине подарят вам невероятное вдохновение и ощущение, что вы везунчик, что у вас все получается, что вас все любят и что у вас самые крутые идеи на свете. Ну, вполне возможно, что может быть вы просто будете на отдыхе и настолько ресурсируетесь на нем, что у вас появится такое замечательное настроение по отношению к миру и к себе. Ну, в общем, я полагаю, что это хороший аспект, это аспект выздоровления, особенно в случае, если вы физически себя плохо чувствовали в конце июля или вы чувствовали себя психологически плохо. Что дальше? Дальше есть еще аспект от Викнеры к Нептуну, вот он работает немного дальше, он работает где-то примерно со 2 по 7 августа и это аспект романтический, поэтому я не зря сказала об отдыхе и может быть даже намекну на курортный роман, который у вас будет в это время намечаться, но может и не курортный. Знаете, курортный роман у меня, например, ассоциируется с какой-то быстротой и какой-то такой, ну я бы сказала, что ветренностью, может быть у вас это совершенно иначе. Я за то, чтобы наши отношения нам приносили радость, счастье, и если счастье в стабильности и продолжительности, то пусть Венера вам такие и подарит. Если вам нужна поддержка звезд, то астрологический гид для счастливых знакомств уже готов, есть текстовый вариант этого гида, есть инструкция словесная, пояснение к нему, и если вы хотите его получить, то как это сделать, ссылка в описании под этим видео, первая, она как раз об этом. Середина месяца, тоже интересное время, здесь Марс в аспекте к Нептуну, а у Венеры аспект к Юпитеру, к вашим двум управителям, две планеты Либида делают прекрасные аспекты, поэтому я думаю, что это продолжение любовной истории с одной стороны, то есть примерно продолжение вы получите с 10 по 19 августа, а с другой стороны это время активных действий, когда вы можете воплощать все, что вы хотите в жизни, потому что с одной стороны поддержка других людей обязательно будет, вас одобрят, вас поддержат, вам будут симпатизировать, ваши интересы будут учтены, а с другой стороны у вас много энергии на то, чтобы сделать как можно больший объем дел в этот период, так что не упустите его. Ну и последняя часть месяца. Меркурий в оппозиции к Нептуну 21 августа, это точный аспект, и я о нем упомянула с самого, самых первых слов, да, что только Нептун из этой, только Меркурий из этой комбинации как-то выпадает, потому что он делает напряженный аспект на управителя вашего. И я полагаю, что здесь можно говорить о том, что какое-то время с 20-го примерно по 23 августа будут сложности с коммуникацией. Может быть, на это время придется проблемы с документами, может быть, потеряется какая-то информация при передаче, может быть, будет не очень удачный разговор Меркурий в оппозиции к Нептуну, это почти всегда разговоры без начала и конца, то есть, ну, ни о чем и ни про что и безрезультатные. Вот, то есть, вот это время неудачное для того, чтобы вы решали подобные задачи. Но потом все восстанавливается. Обратите внимание на новолуние, которое будет 28 августа в пятом градусе Девы. Дева это знак, который вам противостоит, а значит, все, что из него в нем происходит, имеет отношение к вам, да, и может быть, вполне возможно, что здесь аспект оппозиции, значит, это может быть и даже конфликтная какая-то ситуация, и она более чем возможна, потому что у этого новолуния квадрат к планете Марс, а Марс это конфликт, конкуренция, открытая борьба. Поэтому полагаю, что конфликт, конкуренция, открытая борьба настигнут вас в самом конце месяца, примерно с 25 по 31 августа. Но все равно даже даже эта открытая борьба не будет столь удручающей, напряженной и совершенно вас не обеспокоит, а даже придаст вам сил на то, чтобы двигаться вперед.